На дно засохшее дерево, которое в любую минуту могло обрушиться на головы прохожих, стало меньше. С сухостоем нужно бороться, поясняет Сергей Цуранов. Потому что опасен. Сухостой в любые погодные условия опасен. На жаре воспламеняется. Соответственно, мы видим здесь тропинка народная, рядышком дорога. Так что нужно убирать эти опасные деревья. Для нас самих. Не только спилить сухостой, но и покосить траву, почистить пешеходные дорожки. Символично в День эколога. Праздник утвердили в России еще в седьмом году. С тех пор совместные уборки стали традицией, говорит Ирина Каратеева. Если этот малый уголок будет лучше и ухоженнее, это будет замечательно и красиво. Бережные отношения к природе нужно прививать с детства, уверен Алексей Поляков. В центре «Флагман» ученики начинают знакомиться с миром экологии еще в младших классах. В школе уже дети начинают принимать активное участие. В субботниках и в других мероприятиях, посвященных по защите окружающей среды. Это и сбор аккумуляторов, батареек. Елена Шаманская живет в поселке с 98-го года. Рассказывает, из-за военных артефактов местные называют этот сквер лесом Победы. Парковая зона ежедневно пользуется спросом и нуждается в благоустройстве. Как же, это же нам приятно, и даже глазу приятно. Вот сейчас мы убрались, и мы даже сами ходим. У нас, в принципе, здесь вот, это как бы наш уголок такой зеленый. Вот, и мы здесь же ходим, постоянно гуляем. Вот эти сосны жители Новоивановского посадили еще 7 лет назад. В память о земляках, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Из года в год за территорией бережно ухаживают. И не только в День эколога. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok